Салют, друзья, у микрофона мистерки, это GTA 5 RP Россия, где я продолжаю играть, и смотрите, какая ситуация. Я договорился встретиться с своим другом Максимом Дипом на этом прекрасном мостике, в этом прекрасном парке. Но прошло уже 5 часов, а его всё нет и нет. По-моему, меня кто-то решил кинуть. А ведь мы в прошлый раз заработали миллион рублей, но он мне их так и не дал. Даже хотя бы половину-полмиллиона, чтобы я смог расплатиться своими долгами. Он сказал, как-нибудь потом. Я думал, сегодня он мне как раз-таки денежки-то передаст, но не тут-то было. Он просто взял куда-то и пропал. Может быть, конечно, его где-нибудь ограбили в подворотне, и теперь за одним из гаражей валяется его труп. Но думаю, что это не так. Скорее всего, он просто взял билет на поезд и уехал обратно туда, откуда, собственно, и приезжал, оставив меня без денег. Но, к счастью, не так давно на своём стриме на Трово я познакомился с весьма влиятельными людьми, которые живут, во-первых, на Рублёвке, а во-вторых, занимаются тоже какими-то нелегальными делишками. Здравствуйте, извините, можно вас на секундочку? Слушайте, а вы не знаете, здесь такие организации, чё, как-то попадают вообще, где здесь устраиваться можно? Я водочки скинул, давайте обмывать тачку. Тачка вообще бомба, обожаю Вульву. Вот так, блин, мы втягиваемся в компашку. Просто подошёл к одному парню. Давайте в машину залазим. К тому же, с этими парнишками я уже успел вляпаться в кое-какие делишки. Нормально я в банду попал, да? Вертолёт уже вяжет, вообще замечательно. Чё, ребят, как дела в хате? Входите в хату, ребят, входите в хату. Я тут пахан. Поэтому они обязаны принять меня к себе, во всяком случае, на какую-нибудь подработку. Мне сейчас нужны любые бабки. Знаете, когда твой лучший друг кидает тебя на деньги, Чёрт побери, что тут случилось? Какого-то мужика опять прокатили на асфальте. Это уже не впервые. Смотрите, сколько кровищ есть размазано. Какой ужас. Ну, это криминальная Россия, что вы хотели? Я вас приглашаю, кстати говоря, сюда играть. Ссылочка есть в описании, если что. Самое главное, при входе на сервер обязательно введите мой промокод. Мистер К, маленькими буквами. За него вы получите хороший бонус, когда отыграете 10 часов. Взамен я от вас тоже получу приятный бонус. Поэтому, если вам понравится, обязательно играйте. Не понравится, смотрите уже сами. Ну, а я же отправляюсь на Рублёвки. Надеюсь, нас ждёт сегодня что-нибудь интересное. Я, конечно, не знаю, можно ли заезжать в такой богатый и элитный район на копейки. Возможно, меня выпрут отсюда пинком под зад. Надеюсь, со мной здесь ничего криминального не случится. Но, как я слышал, именно на Рублёвке живут самые богатые, влиятельные и, самое главное, опасные люди. Это своеобразный криминальный район. Если вы представляли видеть криминальный район в виде каких-нибудь гетто, да ничего подобного. В криминальной России вот так выглядит криминальный район. Настоящая Рублёвка. А мы тем временем подъехали к этому домику. Я смотрю, автопарк у них хороший. И кто-то там, кстати говоря, стоит. Значит, у меня получится с кем-нибудь поговорить. Извините, можно зайти? Да, 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 можно. Здравствуйте, я к Сергею. Вот он сейчас, он отошел. Понял, спасибо. Я присяду рядом с ним? Так, мне нужен вот этот вот парень. Смотрите, как элитно он выглядит. Это местный криминальный авторитет. Я его пока что не знаю, но я знаю, его погонял. Его зовут Серега. Поэтому я сразу сказал, что я к Сергею, чтобы меня приняли за своего. Иначе бы, скорее всего, этот парнишка в маске вышвырнул бы меня отсюда, ничего не спрашивая. Да, брата, здорово, брата. Здравствуйте. Я тут приехал, уже тусил с вашими ребятами. Вот хотел бы познакомиться лично. Пожалуй, руку человеку напротив. Так, ну, меня ваш друг уже принял к вам. Поэтому хотелось больше узнать о ваших порядках здесь. Что, как происходит и так далее. Ну, по порядке. Какие у нас порядки? Мы же краем. Ага, понял. Ну, хотелось про тачки узнать. То, что... Я не знаю, как его зовут, он в маске. Как тебя зовут, дружище? Вот, Данил сказал, что у вас большой автопарк. Поэтому хотелось бы узнать, для кого он вообще предназначен. Для кого хочешь. Сейчас мы тебя повысим, как положено. И можешь пользоваться практически всем автопарком нашим. Вы серьезно? Хотите мне доверить? Да. Вот эти машины, которые здесь стоят? Здесь что, тут все, как это, по ксевье. А, у вас здесь прям семья такая. Я подумал, на просто на подработку приехать. Понимаете? Меня друг мой кинул на миллион рублей. Ну, мы видели. Поэтому такая ситуация. Да, да, да. Как бы без проблем можешь пользоваться любыми машинами. Мы как бы свободные люди. Да, вас не прессингуют здесь? Или полиция бы забавится даже на рублев касоваться? Ну, с полицией иногда мы имеем свои, как бы, языки. Общаемся иногда. По-своему. В общем, братан, можешь зайти на склад, взять, что тебе надо. У тебя есть полный доступ. Ага, это в доме, да? Могу осмотреться. Вот там, видишь, черный ветер. Да, ты можешь зайти и в дом, и на склад, как бы. Ага, ну сейчас смотрю, и спасибо. Смотрю, что тут имеется. Так, гараж. Получается, у них все в гараже, что ли, хранится? Я могу здесь смотреться? Ничего себе. Написано гараж, а нифига подобно. У вас здесь склад, что ли, с боеприпасами? Нихрена себе. Самогонщики называется их банда. Теперь понятно, чем они занимаются, и вооружение у них здесь. Черт, побери, я этот список могу листать в вечность. Вот посмотрите. У них стволов и номерных знаков. Господи. Ладно, я ничего лишнего брать не хочу, поэтому давайте спросим хотя бы, что я могу из этого дела взять. А что посоветуешь? Я думаю, ты в этом деле лучше разбираешься, что подходит для самобороны. Ну смотри, можно взять вот автоматическую винтовку. Так, автоматическая винтовка. Постреляться, он сказал. Окей, давай разделим. Возьмем 200 патронов для начала. Слишком много не будем брать. Так, взял автоматическую винтовку. Взял 200 патронов. Надеюсь, я все это дело не потеряю, потому что потерять оружие здесь проще простого, если меня кто-то попытается ограбить или еще что-то. А это выход куда идет? В дом или куда? Так, так, стоп. Погодите-ка секундочку. Вы хотите сказать, что это мой особняк? Здесь какой-то чувак спит. Честно сказать, я думал, когда зайду в этот огромный особняк, я увижу здесь огромный особняк. А квартира как у меня? Да, братан, мы как бы не обосновались еще полностью здесь. Но скоро будет, все норм. Ага, понял, значит ремонт. Мы сделаем ремонт, другую обстановку, как бы все будет красиво. Слушайте, ну раз вы мне уже дали оружие, посвятили вам все эти делишки, скажите хотя бы, чем вы занимаетесь такой. Потому что я вижу, что вы самогонщики какие-то, но что-то мне кажется, вы самогоном не оделываетесь. Ну да, как бы. Мы занимаемся наркотиками. А, наркотиками. Ну вот мой друг как раз привозил здесь в город нормальную такую партию. Мы легализовать хотели. Вы не думали о том, чтобы легализовать ваш товар? Слушай, пока не получается никак. Мы не можем ни с кем договориться. Суровые как бы люди и в мэрии, и везде. Да там в мэрии вообще бюрократы еще те. И я за тебя слышал, как бы. Знаю то, что ты пытался уже в мэрию зайти, ничего не получилось. И в больнике так и все. Я бы на самом деле подумал бы о том, чтобы как-то им отомстить, раз они не хотят на уступки идти. Ну как минимум какого-нибудь человека из мэрии можно было бы взять за яйца. И нормально начали действовать. Вот так вот. Слушайте, повезло, повезло. Хорошо, что я тогда случайно совершенно познакомился с ребятками, которые тусят в этом доме. И которые загнали, блин, мерседес на крышу этого дома. Настолько они жесткие. Я не понимаю, как они это сделали. Но зато у меня есть теперь связи, есть оружие и есть к чему стремиться. Осталось только строить планы по этой банде. Поэтому, ребята, можете предложить что-нибудь в комментариях, чтобы я мог здесь замутеть. Если сейчас ничего не планируется, никуда выезжать вы не собираетесь, я тут на ламборгини бы хотел кружочек сделать. Если вы не против. Ради бога, брат. Никогда бы в такую тачку, наверное, не сел бы в ближайшее время. Так, залезаем. Конечно, тесновато в этой ламборгини, но черт побери. Я не успел к ней присоединиться, как я могу прокатиться на их же машине. Так, окей. Нихрена себе она стартует. Это что такое? Это что такое? Посмотрите. 100 км в час за одну секунду. За одну, черт побери, секунду. Офигеть. Я не знаю, сколько стоит эта тачка, но мне кажется, что она стоит миллионов 30. Потому что тачка, которая так быстро разгоняется, не может стоить меньше 250 уже. 300 км в час. У нее еще и тормоза хорошие. Жесть просто. Слушайте, ну что я могу сказать? Дела складываются просто великолепно. В честь этого я даже, знаете, что готов сделать? Ёппэрэсотэ. Во-первых, нужно пристегнуться. Вот что нужно сделать в первую очередь. Я уже славил штраф. И мне кажется, на такой машине нужно все штрафы ловить в городе, которые только имеются. В общем, если мне сегодня так фартит, я думаю, нужно ехать прямиком в казино и ставить все мои несчастные 120 тысяч на... Эээ... Зеро. Да, на зеро. Я думаю, мы сможем сейчас поднять все 20 миллионов и купить себе собственную такую машину, чтобы не перешлось ни перед кем отчитываться. Тем более, что до Южного на скорости 400 км в час теперь ехать одно удовольствие. Капец. Ладно, я уже предложил Сергею разобраться с Мэри, которая кинула нас. Конечно, мой друг-ка тоже меня кинул, уехав отсюда, ничего даже не сказав и не предупредив, оставив меня без денег. Но я даже счастлив. Если бы у него был тот самый несчастный миллион, мы продолжили бы еле-еле сколачивать себе бабки. А вы посмотрите, он уехал, и я моментально уже катаюсь на ламборгини. И это только начало, я уверен. Дальше дела пойдут только в гору. Ты чё, дурак, блядь? Ёпперес, это я протаранил какого-то скутериста. Господи, надо с ним разобраться. Надо с ним разобраться, он, надеюсь, не погиб там. Так, это он? Чёрт побери. Дружище, ты в порядке? Я тебя не видел на такой большой скорости. Извини, что протаранил. Давай я тебе, может быть, дам на лечение немного. Не знаю, сколько ему можно накинуть. Давайте 20 тысяч ему накинем на лечение. Пойдёт себе аптечку хотя бы купят. Извини ещё раз, ты реально не заметил. Как муха на лобовое стекло прилепилась. Чё ты меня в пальцы тыкаешь? 20 тысяч мало, что ли? А, стоп, я тебе не передал деньги. Я ему 20 тысяч не передал. Он, наверное, немного офигел сейчас. Так, 20 тысяч, держи. Ладно, денег на казино, конечно, осталось меньше. Но посмотрите, как понтово мы сюда заезжаем. Опа, опа. Так, подвиньтесь, подвиньтесь. Я паркуюсь. Смотрите, какая тачка здесь паркуется. Самое главное её закрыть и заглушить, чтобы её, не дай бог, не угнали. Потому что, если угонят мою тачку, будет неприятно. Ну, это, конечно, не совсем моя машина, но какая кому разница? Так, давайте. 100 тысяч. 5 тысяч мне ещё за вход пришлось заплатить. 20 тысяч я тому отдал. Но, тем не менее. У меня, кстати говоря, по-моему, есть бесплатная прокрутка. Да? Поехали. Опа, опа. Если мне сейчас ещё и здесь машина выпадет, это будет просто без понтово и без башена. Давай, машина. Давай. Ах, зараза, машина не выпала. Деньги. И сколько мне вы там дадите? 31 тысяча, кстати говоря. Ништяк. Всё, всё идём ставить на зеро. Ну что, парни, как думаете, смогу я сегодня поднять немного денег после такого счастливого дня? Я думаю, что без вопросов. Занимаем место и погнали крутить. Всё, на балансе остаётся 1000 рублей. На бензин оставим. Давай, крупье, не подведи меня. У меня сегодня счастливый день. Я обязан выиграть сегодня пару миллионов рублей. Зеро, 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 моё сладенькое зеро близко. Чёрт побери. Ну какая девятка. Ну какая девятка? Она всего лишь в двух цифрах была от моего нолика. Ладно, казино мне испортило весь сегодняшний день, к сожалению. Моё прекрасное состояние превратилось в такое, как будто мне насрали под лицо. Ё-по-р-с-а-т-э, нет, нет, только не в воду, тихо, тормози. Господи, я чуть не угробил машину за несколько миллионов рублей. Я думаю, я произведу плохое впечатление, если я не верну первую же машину, которую взял. Они мне доверили свой автопарк. Дали возможность попользоваться их транспортом. Не дай бог, с этой машиной что-нибудь случится. Я должен вернуть её без единой царапины. Боже мой, я скатался в другой город, вернулся обратно. Они даже с места не сдвинулись. Чем они тут вообще занимаются? Ну всё, прокатился. Машина огонь. Я её чуть, конечно, не угробил и не отправил на дно поплавать. Ничего, братан, не волнуйся, мы если что восстановили. Всё восстановлюется. Да, восстановили бы. Пингал под моим глазом, интересно, восстановили бы. Ну что, чуваки, я думаю, нас ждёт очень много всего интересного в ближайшее время, поэтому крайне рекомендую вам как минимум подсказать мне в комментариях, что вообще планировать тут делать. Потому что эти ребята серьёзные, они могут меня, конечно, брать на разные серьёзные разборки. Так что, судя по всему, мне придётся завоевать хоть какое-то уважение. Хоть не дали возможность попользоваться их автопарком, но как только главарь зашёл, они сразу сели в кулен и отсюда слиняли, оставив меня бродягу одного. Что ж, буду рад вас увидеть на GTA 5 RP Россия. Обязательно заходите, ссылочка есть в описании. Не забудьте поставить свой лайк, подписаться. А у микрофона был Мистер Кей. Всем хорошего настроения, удачи и пока.